Альбина Менебаева Как вы оцените татарстанские дороги? Где начальство ходит, там хорошие дороги. А во дворе, там уж плохо. Как в помощь дорожникам приходит интернет, узнал Салават Мухаммадуля. Равнодушие или вынужденная мера? Не было бы такого резонанса в соцсетях. Что станет с родняком Трыш в поселке Джалиль? Мнение жителей и позицию администрации выслушала Лисан Сабирова. Хотят быть земля владельцами своей собственности. Посадим, там картофель сажали, у нас все перепакивали и сажали то ячмень, то гречку. Почему жители Пестричинского района дошли до суда? Альбина Слагараева. Двое сгорели, не доехали пожарные. Один умер, не дождавшись скорую. Жители села Байкал в Высокогорском районе утверждают, во всем виновата бездорожье. Дороги нет и не было и так почти в шестистах селах республики. Альбина Минебаева отправилась в Байкал, чтобы под Казани. Правда, добираться туда пришлось почти столько же, сколько до одноименного озера. А весной вообще, вообще, у нас будет ровня вот недавно, опять такой же колье. Мечты о хорошей дороге в деревне Байкал уже давно утонули. За все 80 лет Камиля Гараева щебень ни разу не насыпали. Автомобили вязнут и в деревне, и по дороге к ней. Иногда бывает, оставляем машину пешком ходим. То есть резиновые сапоги и вперед. В объезд через Бирюли, ну это 14 километров объезд. Это самая короткая дорога через деревню Чупчуги до этого Байкала, как до того самого Иркутска по дороге к селу Старые Казармовские Бараки. Минувшие выходные здесь произошла трагедия. Не доезжая до деревни Байкал, здесь стояло несколько домов. Сейчас остались лишь руины. Огонь погубил их несколько дней назад. Погибло два человека. До ближайшей пожарной части километров 10, но из-за бездорожья спасатели не доехали. Кому мы не нужны? Ну, из-за дороги же пожарные не доехали. Не доехали? Звичане чувствуют себя забытыми, а администрация поселения говорит, огнеборцы все же приехали. Но как в расселенных бараках оказались люди, у главы сельского поселения объяснение не нашлось. С участковым мы туда заезжали, там всегда все мы задолачивали. Там практически никто не проживало. Я не знаю, как эти люди туда попали вообще. Администрация района приходила и спрашивала вообще по ситуации, как с дорогой. Не видела Казаметова, не видела. В селе проживают почти 30 человек. Это по данным администрации Высокогорского района. Поэтому о строительстве дороги говорить сложно. Мы ежегодно направляем перечень населенных пунктов, в которых не имеется подъездного пути, с протяженностью, для рассмотрения возможности включения в программу. Тут все заедут, начнут строиться. Берегите природу. Вот их отговорки. Появится дорога к селу через год или два? Вопрос открытый. Скорее, колея дороги станет еще глубже. Альбина Венебаева, Марат Садгараев, ТНВ, Высокогорский район. Байкальцы со своей проблемой могли бы обратиться в Минтранс. Сегодня ведомство начало изучать мнение татарстанцев о качестве дорог. Высказаться можно на портале, где словам тесно, а делам просторно расскажет Салават Мухаммадуллин. Лучший ограничитель скорости – ямы на дорогах. В дождь так это вообще едешь и играешь в шоу «Интуиция». Повезет, не повезет. Ну а вот это уже, похоже, последствия развлечения дорожников. Иначе объяснить, как люк оказался в таком положении, невозможно. Это улица Урицкого. Еще хуже дела обстоят на Бухарской. Местные водители с бездорожьем, похоже, уже смирились. А вот пешеходы не стали отмалчиваться. Там по той улице то же самое. Ехать невозможно, идти невозможно. Страшно ходить. Еще больнее вопрос – это дороги во дворах. Если основные пути и магистрали республики постоянно ремонтируются, что даже на эту тему в интернете гуляют картинки, то в придомовых территориях покрытие оставляет желать лучшего. Ну сами же ничего в дворах творится. Ну основные дороги делают вроде бы. Где начальство ходит, там хорошие дороги. А во дворе тому же плохо. Основные у нас сейчас очень хорошие дороги на самом деле. А во дворах принимать вроде бы решение так. Только в этом году в республике отремонтировали более полутора тысяч километров дорожного покрытия. Но это лишь 5% от всего, что имеем. Мы в середине года получили поручение активно ремонтировать дворы и дворовые территории. По итогам этой программы мы 491 двор перевели в нормативное состояние. Чтобы ремонт был эффективнее, в помощь народный контроль. Каждое четвертое обращение в системе дорожное. К работе в онлайн на днях подключилось и профильное ведомство. На сайте Минтранса можно пройти опрос и с удовольствием пожаловаться на дорожников. Наш опрос, он как раз и должен исследовать уровень удовлетворенности населения. Если этот уровень будет не очень высокий, то мы будем при планировании больше учитывать обращение граждан в систему народный контроль. Итоги подведут в конце года. Уже по результатам решат, что делать и кто виноват. Слова Духмадулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Смог или туман? Этот вопрос сегодня озадачил многих казанцев. Как нам сообщили синоптики, во второй половине дня столица погрузилась в туман. Он вызван теплыми воздушными массами. Однако он не повлиял на режим работы транспорта. Аэропорт работал в штатном режиме, как, впрочем, и автовокзал. Метеорологическое явление, которое осенью отмечается достаточно часто. По данным Метеосесифа, ГБУ ГМС Республики Тарстан, то есть наша организация, в Тетюшах и Казань аэропорт дает туман. А из метеостанции конкретно города Казани, значит, метеостанции дают дымки. 260 лошадиных сил и более 13 тонн. Челнинские бронеавтомобили сегодня поступили на вооружение Росгвардии. Машины изготовлены по гособоронзаказу. Техника способна выдерживать попадание пуль от стрелкового оружия и даже минно-взрывного воздействия. В планах производителя создание автомобилей для связистов, медицинских и инженерных подразделений Росгвардии. В отличие от бронетранспортера, от другой бронированной техники общевойскового назначения, этот автомобиль является участником дорожного движения и позволяет выполнять задачи, возложенные национальную гвардию, как в условиях города, так и в условиях пересеченной местности, либо в отсутствии вообще какой-либо дорожной сети. Природный источник потерял первозданность. Страсти вокруг родника Терыш в поселке Джалиль Сармановского района не стихают. По мнению жителей, они потеряли местную достопримечательность – водопад. Чиновники утверждают, работы ведутся на благо джалильцев. Наши корреспонденты вернулись к роднику спустя месяц, и вот что они увидели. Она – одна из первопроходцев. Рахимапа в поселке живет с момента основания 1962 года. Тогда с мужем они и нашли этот источник. Родник не только снабжает водой округу, для них и памятное место. Изменения, которые здесь произошли, заметила сразу. Вроде приводили в порядок, смотрю, камни разобрали, кому, зачем это надо было. Боимся потерять достопримечательность. В начале ноября обращались к нам в редакцию жители поселка. Их возмутили масштабные строительные работы. Они ведутся во благо, успокоили тогда в администрации. Благом сочли решение поставки питьевой воды. Сколько лет стараемся хотя бы не поднять тариф на холодную воду. Поэтому мы обратились в руководство республики за финансовой помощью. Руководство пошло нам на встречу, выделено на основании распределения комитета министра. 6 миллионов 652 тысячи рублей. Это и направительная работа, и строительная монетарная работа. Воду Джалиль поставляет члены водоканал, расположенные в 100 километрах от поселка. Отсюда и самая высокая стоимость в республике – 50 рублей за кубометр. Хотя бы закрыть нам одну четвертую часть потребляемой воды в сутки. Мы вот начали строить водопроводную трассу до поселка Джалиль. Это в пределах одного километра. Цена скважины – разрушение рытника, о чем идут ярые споры в соцсетях. Полюбоваться этим чудом природы заезжал Сенкевич, главный ценитель природы. Как только рука поднялась уничтожать, это тоже как памятник, который нам оставили наши отцы и деды. Водопада уже давно нет. Текла маленькая струйка. Вместо трех трупп и местного Ниагарского водопада осталась одна. Это можно увидеть и по фотографиям, которые выкладывают в соцсети. Джалиловцы недосчитались и двух беседок. Единственная ошибка администрации района и администрации поселка в несвоевременном информировании населения о той или иной предстоящей работе, о проделанной работе. Вот это их единственная ошибка. И не было бы такого резонанса в соцсетях. Вода из ротника Трыж пригодна только для пяти, отмечают жители. Без фильтров известь приведет в негодность сантехнику. В администрации говорят, ротник только частичное решение проблемы. Работа идет и по другим направлениям. Поиск нового источника, бурение артезианской скважины и субсидирование затрат. Республика выделила 6 миллионов 530 рублей. Для того, чтобы провести освоение земель и посмотреть, есть ли вода нет в артезианской скважинах, была проведена исследовательская работа. И такие скважины есть, но не рядом с поселком. Она находится на расстоянии более 20 километров. Из-за этого для того, чтобы освоить эти месторожения, получить проектную документацию, провести анализ и полностью построить коммуникации, то есть протянуть две ветки до поселка Джалиль, необходима сумма около 600 миллионов рублей. Пока вопрос решается, ротник Трыж и уличные колонки остаются альтернативными источниками. С колонки берут воду, потому что она чище идет. Она пешком к нам идет. На недавнем референдуме явка в Джалиле была 60%. Из них 70% проголосовали за благоустройство кладбища, обустройство детских площадок и ремонт колонок. Лисан Сабирова, Иль Шатаюпов, Альберт Шефигулин, ТНВ, Сармановский район. Владельцы своей земли только на бумаге. Жители села Ленина-Кокушкина вот уже 5 лет ходят по судам. По их словам, сотки чернозема, которыми они пользовались почти 20 лет, отобрали. Хотя угодья выдали в бессрочное пользование. Кто положил глаз на живописные места под Казанью, выясняла Альбина Асалгараева. Вот те самые 11 гектаров земли, за которые сегодня борются жители. Еще в далеком 93-м году каждому выдали по 15 соток. Затем отобрали. Так говорят жители. 24 года назад работники местного ПТУ стали землевладельцами. 64 человека бесплатно, в бессрочное пользование, получили землю для личного подсобного хозяйства. Угодья никогда не пустовали, говорят они. Не раз я садил в 16-м году здесь картошку садил. Вот примерно на этих местах. Все документы здесь. Сегодня и поляне вспаханы, и проблем не паханное поле. Теперь соседи по земельному участку вновь встречаются в залах судов. В 2012-м стало известно. Их земли имеют статус сельхозназначения и не подходят для индивидуального введения личного хозяйства, а значит должны быть возвращены в пользу сельского поселения. Мы платили налоги, мы получили государственные акты, мы получили выписки из сельского совета, у нас все документы. Мы же не знали ни о чем не знали, нас известность никто не поставил. Несогласные с таким положением дела сельчане судятся с местным исполкомом вот уже 5 лет. Верховный суд их позицию не поддержал. Они с другим иском снова обратились в Пестричинский. Требование простое. Они имеют право на землю, это подтверждают документы. Если невозможно вернуть их земли, пусть предоставят им другие в пределах села. Вы доверяете? Суду доверяем. А что представили здесь? Жители понимают, село лакомый кусок для тех, кто хочет здесь застроиться. И даже фирма нарисовалась. Но ситуация и сегодня не разрешилась, потому как сторона ответчика не явилась в суд. Абинас Лагарев, Ринат Сафин, ТНВ, Пестричинский район. Это новости Татарстана. И вот о чем далее. Встреча международного значения. Политика-политика, а бизнес-бизнесом. Чем Австрия и Россия хотят помочь друг другу? И как к этому может подключиться Татарстан? Расскажет Дмитрий Аринин. Срочно нужна помощь. У нас у ребенка слакачественного опухоль глаза. Как помочь маленькой Мадине из Нурлата, расскажет Алина Бережная. Ради Татарстана изменили традиции российско-австрийских бизнес-встреч. Сегодня в Казани прошло заседание делового совета двух стран. За 10 лет с момента его создания переговоры впервые прошли за пределами Москвы и Вены. Дело в том, что решено взять курс на сотрудничество в области IT. И Татарстан сочли наилучшим наглядным примером. До чего сегодня удалось договориться, узнал Дмитрий Аринин. Австрийский экономист Михаил Ангерер работает по известному российскому правилу. Людей посмотреть и себя показать. В Европе и Азию ныщут интересные бизнес-проекты и предлагают продукцию своей страны. За этим приехал и в Казань. Сейчас мы уже начали переговоры. Хотим договориться поставлять в Татарстан австрийское оборудование для переработки молока. Общий тренд нынешнего этапа российско-австрийского сотрудничества – это взаимодействие в области машиностроения и IT-технологий. Для лучшей наглядности этих сфер встречу решили провести в Татарстане. Мы считаем, что это правильное решение, прежде всего и потому, что мы хотели бы продемонстрировать нашим австрийским партнерам еще раз традиционно уже в нашей стране позитивно развивающийся регион Татарстан. Как отметил Рустам Мениханов, за прошедшие 7 лет иностранные инвесторы уже вложили в республику 9 миллиардов долларов. Сейчас наша экономика растет и готовится несколько крупных проектов. Это и высокоскоростная магистраль Москва-Казань и Свиярский логистический центр. Мы тоже хотим иностранного партнера привлечь. Мы открыты для контактов, будем рады найти новые возможности для сотрудничества. Подписывают генеральное соглашение о сотрудничестве. Сегодня уже подписали соглашение, что КНИТУКАИ будет вести совместные разработки с известной австрийской компанией. Мы будем обмениваться технологиями, которые будем совместно разрабатывать. Это программное обеспечение для автомобильной промышленности. Сотрудничество предприятий и вуза – это залог успеха в будущем. Российско-австрийская деловая встреча в Казани будет идти сегодня и завтра. Надеются, что за конкретными проектами дело не встанет. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Татарстанские единороссы хотят рассказать о своей работе на Всероссийском съезде в Москве. Встреча пройдет 22 и 23 декабря. Подготовку к форуму Фарид Мухаммедшин сегодня обсудил в Нижнем Новгороде. Здесь встретились секретари региональных отделений. Председатель Госсовета также пригласил исполняющего обязанности секретаря Генсовета Андрея Турчака на конференцию единороссов республики. Она пройдет 2 декабря в Казани. 131 тысяча пострадавших и 936 долгостроев. Это реестр российских обманутых дольщиков. Сегодня цифры озвучили в Москве. В Госдуме заседала рабочая группа. Их цель внести поправки в 560 приказ Минстроя России, по которому определяются критерии понятия обманутый дольщик. По мнению законодателей, люди должны иметь возможность встать на учет, минуя бюрократические преграды. Дни дольщиков пройдут и в регионах. Отдельно обращаем внимание сейчас на наличие дорожных карт во всех регионах нашей страны. На отдельную комплексную системную работу глав субъектов федерации. Учитывая, что в критериях деятельности, эффективности деятельности на глав субъектов появился отдельный критерий по обманутым дольщикам. Всего две недели на сбор двух с половиной миллионов рублей маленькой Мадине Зариповой из Нурлата срочно нужна операция. У ребенка рак с течатки глаза. Отечественные врачи предлагают удалить глаз. В Швейцарии могут провести операцию без радикальных мер. Однако сумма не посильна для семьи девочки. Двухлетняя Мадина из Нурлата развита не по годам. Она уже умеет считать, рисует и с легкостью собирает пазлы. Но в отличие от своих сверстников, девочка не может ходить в детский сад. У нас у ребенка злокачественный опухоль глаза. Такой диагноз разделил жизнь семьи на до и после. Еще месяц назад ничего не предвещало беды. Ребенок приболел острым ларингитом, затем началось косоглазие. Но состояние ухудшилось. Обследовали и тоже, как и в Казани, сказали, что опухоль очень большая и срочно надо удалить. Десятки обследований в Казани, Москве, перенесенный курс химии. Если здесь, говорят, спасти жизнь можно лишь удалив глаз, то в Швейцарии обещали помочь без радикальных мер, рассказывает мама. Для этого за две недели нужно собрать два с половиной миллиона рублей. Откашливает сердце. Чудеса случаются. Неделю назад семья Каюмовых из Буинского района просила о помощи. Для операции Данису необходим был специальный откашливающий аппарат. После выхода сюжетов на эфир семья собрала 600 тысяч рублей. Алсу Каюмова благодарит всех, кто услышал, увидел и перевел средства. После Нового года Данис едет на долгожданную операцию. Всем людям, которые услышали нашу мольбу, огромное спасибо. У нас есть шанс на жизнь. А это отделяя Изарска. Спасение ее жизни стоит 900 тысяч рублей. Такую сумму семья Шафиковых собрала после нашего сюжета. И теперь в феврале отделю ждет операция в Германии. Таких историй в нашей копилке десятки. И если каждый житель Казани скинет по 3 рубля, челнинец по 5, а нижнекамец по 8, то жизнь Мадины Зариповой спасена. Ведь каждый из нас может стать творцом чужой судьбы и продлить жизнь. Алина Бережная, Александр Лобанов, ТНВ, Казань, Арск, Буинский район. За опытом в Нижнекамск. Сегодня город стал площадкой для проведения выездного заседания объединения женщин-депутатов. Махармет, Милосердие. Тема острая. Как укрепить институт семьи и брака. Депутаты побывали в городском ЗАГСе, где посетили урок в школе будущей семьи. Затем в школе материнства присутствовали на занятиях по подготовке к родам. После депутаты встретились с членами Нижегородской ассоциации отцов. Количество учреждений, которые мы сегодня посмотрели, оно уже говорит о том, что межведомственное взаимодействие здесь имеет место быть, что везде проблемы знают, понимают. И есть очень интересные формы и подходы, которые свойственны именно Нижнекамску. Сегодня в ЗАГСе учащихся приняли в ряды российского школьного движения. Это не пионерия, но клятвы звучат. Коричу любить и беречь свою родину. Каким критериям нужно соответствовать, чтобы гордо нести имя российского школьника, узнала Диляра Низамова. Всегда. Те же торжественные клятвы и желания вершить добрые дела. Та же традиция повязывать галстуки. Формально российское движение школьников не является преемницей пионерии. Новая организация была создана два года назад указом президента. Заинские активисты тут же откликнулись на инициативу. Сегодня ряды движения пополнились еще на 25 человек. Российское движение школьников обобщает все детские движения, которые существовали у нас в Республике Татарстан и в России. Развиваемся по четырем направлениям. Это информационно-медийное, военно-патриотическое, волонтерское движение. То есть все движения мы сейчас объединяем. Как и положено, прием новых участников происходил в торжественной обстановке. В присутствии приглашенных гостей. На новобранцев возлагается серьезная задача. Им предстоит защищать честь движения. На них будут ориентироваться те, кто тоже захочет стать его частью. Ну, безусловно, это большая ответственность для каждого из нас. И к тому же большой толчок для развития. Но я уверена, что мы справимся, потому что мы не просто так вступили в эти ряды. Потому что мы особенные дети, которые берут из себя такую ответственность. Галстук – символ особого статуса. Подразумевается, что представитель российского движения школьников должен обладать активной жизненной позицией. Хорошо учиться и участвовать в общественной жизни. Неужели мы их обещаем? Обещаем! Диляра Низамова, Елена Маврина, Денис Ипатов, ТНВ «Заинск». Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». 49-летняя женщина скончалась на месте. 26-летний пассажир госпитализирован. Водитель почти не пострадал. Подробности смертельной аварии на трассе в Высокогорском районе через несколько минут. Но сейчас о спорте, о погоде на завтра и следующий выпуск 21.30. До встречи на ТНВ. Субтитры создавал DimaTorzok Моңын сақлауда зұр ролейней. 19 декабр пирамиды концертла залында Мен сізіне күтіп қолам. Дерге болы. Полезное производство с заботой об окружающей среде. Казань Оргсинтез. В гармонии с природой. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачная, высокая, средняя, рыночная. Но если вы ищите низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. В Мебельграде большая распродажа. Скидки на 100% мебели. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Только в ноябре назначай свою цену на новый Ниссан. Звони в автоцентр Марка. Четыре пятерки, три единицы. На старт, внимание, надо брать! Пятерочки. Уникальная акция. Надо брать. Апельсины. Один килограмм. Шестьдесят девять рублей девяносто копеек. Пятерочка. Надо брать. В магазинах низких цен Победа. Республики Татарстан. Зеленый горошек. Кукуруза. Двадцать девять девяносто за банку. Икра красная лососевая. Двести девятнадцать рублей за банку. С двадцать третьего по двадцать девятое ноября. В магазинах низких цен Победа. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васинова Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. У вас будет ребенок. Современные технологии в репродукции и ЭКО. Клиника КОРУ. Даурская 12. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Казанской ярмарке с 30 ноября по 1 декабря выставка и конгресс «Чистая вода». Перспективные технологии производства воды, очистки стоков, экологическая безопасность, охрана водных ресурсов. Приглашаем на детские новогодние елки в Корстон. Подробности 279-32-22. 0+. Квартиры в Нижнекамске. Молодым семьям господдержка. Рассрочка с проживанием. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ. В студии Алмаз Гафиатов. Первое поражение за два года. Беспроигрышная серия казанского «Зенита» в чемпионате России по волейболу прервалась на отметке в 64 матча. В Санкт-Петербурге команда из столицы Татарстана уступила местному «Зениту» со счетом 1-3. Под горячую руку питерской команды попали в самое непростое время. Очень много матчей казанцы проводили на выезде. Перелеты и смены локации сказываются на физическом состоянии игроков. Победа в первой партии, похоже, чуть расслабила казанских волейболистов. Дальше уже местная команда не ошибалась. Новички Суперлиги взяли три партии и смогли прервать рекордные игры «Зенита». После длительного выезда казанцы возвращаются домой. Уже 2 декабря нас ждет матч Кубк России против новосибирского «Локомотива». Времени поработать над ошибками достаточно. Футболисты «Рубина» провели открытую тренировку на своей клубной базе. Команды готовятся к непростому поединку против ЦСКА. Турнирное положение подопечных Бердеева сейчас не самое лучшее. 20 очков и 10-е место явно не входят в задачи клуба на сезон. Поэтому «Рубину» в каждом поединке надо доказывать свою состоятельность. На занятиях принимали участие практически все футболисты основы. Вернулся в расположение команды «Цезарь Навас». Активно тренировались «Алексонг» и «Миоцакташ». До сих пор не вылечился от травмы защитник Олег Кузьмин. Кто из игроков попадет в стартовую десятку, сказать сложно. На последнем рубеже наверняка болельщики вновь увидят Саслана Джанаева. Игра против ЦСКА пройдет в воскресенье на стадионе «Казань-Арена» в 14 часов. Прямая трансляция на ТНВ. Сам принцип подготовки планируется тренировать. Поэтому играть, все время играть в восстанавливательных залучших. Между неделю тренироваться. Поэтому есть опыт. И в Ростове, когда мы в ночь выгнали, когда мы играли именно в Диге чемпионов и Диге Европы. Татарстанцы завоевали 6 медалей домашнего чемпионата России по плаванию на короткой воде. Соревнования завершились во дворце водных видов спорта. В общей сложности в Казанском бассейне соревновались 860 спортсменов из 68 регионов России. В их числе лидеры национальной сборной, призеры Олимпийских игр. Республику на турнире представили 67 спортсменов, которые пополнили медальную копилку шестью наградами. Татарстанцы завоевали 3 золотых и 3 бронзовые медали. Александр Красных дважды поднялся на высшую ступень пьедестала почета, став лучшим на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем. Еще одно золото на счету Эдуарда Валиахметова на дистанции 400 метров комплексом. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды. Завтра в Татарстане ожидаются осадки в виде дождя и снега. Подробнее после полезной информации. Спонсор показа и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно изготовят кухню по вашим размерам. 3D проект кухни. Доставка и установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль «ДМ мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань. Улица Восстания. 23. Телефон 2. 167. 166. По данным сервиса Яндекс.Погода завтра на юго-востоке в Бугульме Бавлы-Ознакаево будет облачно. Днем возможен дождь, а к вечеру мокрый снег. Температура воздуха в ночное время плюс 1, днем 2 градуса тепла. На северо-востоке Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге будет облачно и дождливо. Ночью также 1 градус выше нуля, днем плюс 2. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызи, Менделеевске местами дожди, во второй половине дня мокрый снег. Ночные температуры 0, днем плюс 2. На северо-западе Варске, Кукмаре, Балтасе ночью местами также пройдет дождь, днем пройдет снег. Температура воздуха около нуля. На юг западной республики, в Болгаре, Буинске, Држаном, температура воздуха ночью и днем около нуля. В ночные часы пройдет снег с дождем, а днем снег. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши будет облачно и дождливо. Ночные температуры 0, днем около 1 градуса выше нуля. В последующие дни температуры станут ниже. На дорогах возможно образование гололедицы, будьте предельно аккуратны. И еще одна полезная информация. Спонсор показа ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте гриппу и простуде испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Спешите. Уникальное предложение от санатория «Шифалы Су» и «Жминводы». Для членов профсоюза и их семей путевка санаторная от 1 990 рублей. Санаторий «Жминводы» осуществляет деятельность по направлениям. Желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат, укрепление нервной системы и нарушение обмена веществ. Преимущества санатория. Питьевая минеральная вода «Шифалы Су», йодобромные ванны, табарлинские лечебные торфяные грязи. Современная лечебная база. О погоде в столице Татарстана. Завтра в Казани будет пасмурно, ночью без осадков, а днем пройдет снег. Температура воздуха около нуля. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. Это вся информация в данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.